Это День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. Трагедии Чернобыля. Рязанцы участвовали в ликвидации катастрофы 1986-го. За заслуги в культуре и искусстве. Живописца Алексея Акиндинова наградили медалью. Постановка в новом формате. В драмтеатре представили грядущую премьеру спектакля «Утиная охота». Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате взрыва на четвертом энергоблоке станции. Авария эта расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. На ликвидацию последствий аварии было направлено почти 300 тысяч человек, две с половиной из которых – рязанцы. Рязанцы к месту катастрофы прибыли одними из первых. Через дорогу от Чернобыля в поле там остановились. В принципе, мы там и ночевали. И где-то уже, где-то, наверное, к вечеру вертолеты начали слетаться, такие вот, завозить машины, парашюты, свинец, мраморную крошку в мешках, вот это все, которые потом забрасывали. На вертолет пристегивали, такие баллончики за низ. И вертолет поднимался и закидывал на парашюте вот этот реактор. А я вот этот вертолет заправлял. В 86-м Владимиру было 20 лет. Он служил в срочную службу в Борисполе, Киевской области. Должность – водитель топливного заправщика. 26 апреля произошла Чернобыльская катастрофа. 27-го солдат этого полка отправили к атомной станции заправлять вертолеты. Сейчас Владимир вспоминает, что им ничего не говорили. Дали только химзащиту, сухпайки и отправили в неизвестность. Мы ночью проезжали Киев, народу вообще никого не было. Проезжали через центр Киева, там Борисполе 30 километров от Киева, в сторону Чернобыль ехали. Вот это, конечно, поначалу растерянность. А когда расцвело, мы Киев проехали, машину видели. Ну, колонны машин с той стороны едут. Никаких накопителей у Владимира или у его сослуживцев не было. Никто не знал, какую дозу радиации 20-летние срочники подхватили на самом деле. Накопители были у пилотов вертолетов. Те зависали прямо над реактором и забрасывали его груженной мраморной крошкой. После возвращались на дозаправку. Владимир вспоминает, что у летчиков часто был кашель, слезились глаза. Иногда после одного рейса пилота сразу меняли на другого. Приезжали корреспонденты с Москвой. И они, я говорю, а можно с вами полетать? Там не шестой такой вертолет был большой, ну, пластинами обложены. Они говорят, не боишься? Я говорю, да, что бояться посмотреть. Ну, они станцию снимали, издалека как бы все это видели. Я вот с ним летал. Вот один реактор там был, конечно, разрушен, и он дымился. Труба стояла, вот это все, это вот как в памяти осталось. Владимир Казаков пробыл там две недели после перерыва. Их отвезли в часть, переодели, взяли кровь из вены. Как отдохнули, снова на две недели туда, заправлять вертолеты. Суммарно Владимир пробыл там месяц. В билете отмечено 11,7 рентген. Бушлат, рукавицы, химзащитные, сапоги или пески, все это были средства защиты только. На этой фотографии сослуживцы Анатолия. Сам сержант на фотографию не попал. Сейчас уже и не вспомнить, почему. На зону отчуждения Анатолий Панкратов попал в феврале 87-го. Тогда сержант запаса работал составителем поездов на станции Стенькино-2. Когда пришла повестка, долго не думал, говорит Анатолий. Надо, значит, надо. В городе Рыбное сформировали железнодорожный батальон из 560 рязанцев. 19 марта они приступили к работе в зоне отчуждения. Батальон, значит, выполнял задачу по укладке и блокировке железнодорожных путей, непосредственно прилегающим к 5-6 энергоблокам на промплощадке в районе Рыжего леса и также для хранилища ядерного топлива, все подъездные пути. Командировка в Чернобыль затянулась на два месяца. Жили буквально в зоне. Дислоцировались парни в поселке Ильинцы. Это 15 километров от места аварии. Работали по 10 часов, иногда ночевали в зоне. Про защиту от радиации Анатолий вспоминает со смехом. Говорит, единственное, что менялось, это рукавицы и лепестки. Так называются респираторы. За весь батальон я могу сказать, что поставленную задачу полностью все выполнили. Тяжело было, холодно было, но работали, да. Многие ребята проявили мужество, героизм. Доза радиации, которую поставили Анатолию, 7,25 рентген. Накопителей не было и у них в батальоне, так что ставили, говорит, практически наобум. А вот что поставили точно, так это вторую группу инвалидности, которую Анатолий Панкратов получил в 27 лет. Да, у нас было 2500 человек по всей Рязанской области, принимавших участие. Но наш батальон, к сожалению, вот вчера Олег Колесников у нас умер, и это уже будет 1360 человек уже. Нету живых, которых ребята преждевременно ушли из жизни. Да, тяжело, болеют ребята, ну это да, но это жизнь, это радиация и все. Батальон проложил 22 километра подъездных путей. Анатолий предполагает, что планировалось, видимо, возвращение людей в город после ликвидации. Но за 38 лет с момента строительства ни один вагон по этим путям так и не проехал. На груди у Анатолия Панкратова несколько наград за героизм, отвагу и мужество. У Владимира Казакова орден мужества. Награда некогда молодым ребятам, которые оставили свою юность в далеком 86-м году. Рязанскому художнику Алексею Акиндинову вручили медаль за заслуги в культуре и искусстве. Живописец занимается искусством уже более 40 лет. Особенность работы Алексея в том, что у автора свой собственный узнаваемый стиль, который уже обрел своих последователей. Писать картины Алексей Акиндинов начал рано. Уже в три года мальчик взял в руки масляные краски, кисти, холст и стал частью волшебного мира изобразительного искусства. Во время учебы в Рязанском художественном училище имени Вагнера молодого художника вдохновляли Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали. А уже в 19 лет Алексей Акиндинов обрел свой собственный авторский стиль и назвал его орнаментализм. Я проснулся, увидел образ человека, который пьет из кружки чай. Орнамент с кружки перетек на руку, на лицо и потом заполнил всю поверхность картины. И вот этот мир, который через орнамент, когда ты чувствуешь буквально все происходящее одновременно, и вот эту информацию через орнамент я стал выкладывать через живопись. Орнаментальные полотна Алексея Акиндинова – это буквально картина в картине, ведь каждый элемент рисунка зачастую имеет свою символику в культуре разных стран. Причем среди жанровых работ не только пейзажи, портреты и натюрморты. Так, например, на этом холсте художник изобразил катастрофу 1986-го, которая произошла на Чернобыльской АЭС. Я подумал, как можно в одном холсте отобразить весь масштаб этой катастрофы, потому что очень много было моментов и до взрыва, момент взрыва, момент ликвидации, период ликвидации. Я решил объединить в одном холсте три времени. Это мама с младенцем на руках еще до взрыва четвертого энергоблока. У горизонта виден еще неповрежденный блок, все еще тихо, Припять мирно спит. Идиллическая тема сменяется моментом взрыва реактора. Пожарный расчет тушит огонь, который погасить уже невозможно. Апогей катастрофы на полотне соседствует с сюжетом, где тульские горняки роют туннель на месте страшной трагедии. И, конечно, вся картина пронизана аутентичным орнаментальным стилем автора. И снежинки, излюбленный метод орнаментальный, они там похожи на бабочек, которые вот-вот, они летят на этот огонь, но не понимают, что он радиоактивный. Вот эти снежинки символизируют этих бабочек, что они сейчас просто, как человеческая жизнь, сгорят и исчезнут. То есть такая вот есть какая-то аллегория. Орнаментальная дымка вписывается как в темные полотна, так и в красочные работы художника. По словам автора, сюжеты многих картин ему приходят именно во сне. И это добавляет еще больше мистики оригинальным живописным полотнам. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Текущая неделя для православных христиан – страстная. Последняя неделя Великого Поста. Строгая во всех отношениях, каждый день, который наделен особым смыслом. В чистый четверг православные верующие совершают омовения, тщательно убирают дома, пересчитывают деньги, выпекают пасхальные куличи и красят яйца. В 2024 году праздник выпал на 2 мая. Согласно библейскому преданию, за три дня до распятия Иисус собрал апостолов на Тайную Вечерю. В своих учениях Христос утверждал, что надо вести смиренный образ жизни и любить ближнего. Вот и в тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином. При этом в Библии говорится, что именно на той встрече Иисус сказал ученикам, что кто-то из них в ближайшее время предаст учителя. Господь предвидел грех Иуды, однако предпочел не называть его имени. В ночь четверга на пятницу Иуда продал Иисуса за 30 сребреников. Верующие почитают этот день. Считается, что в чистый четверг происходит обновление, всепрощение перед страшной казнью Иисуса Христа. Сегодня принято совершать уборку, омовение и главная традиция чистого четверга – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. Одно из самых старых кладбищ нашего города – Лазаревское. Оно датируется концом XVIII века и с исторической точки зрения это место интересно, ведь здесь захоронение воинов Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, а также знаменитых рязанцев. Еще два столетия назад Лазаревское кладбище было за чертой города. Сейчас оно расположено не так далеко от исторического центра Рязани. Новых захоронений здесь не делают уже давно, но вот некоторые могилки вызывают интерес с исторической точки зрения до сих пор. Среди погостов на Лазаревском кладбище есть места упокоения известных деятелей культуры и искусства, талантливых врачей, рязанских священнослужителей и даже святых. Мы прочитаем очень интересную надпись, которая сделана на его памятнике. На семи месте покоилось тело блаженного Василия Петровича Кадымского. Указаны годы его жизни. Почему покоилось? Потому что мощи святителя Василия Кадымского, после того, когда он был прославлен в лике святых, они были обретены. А сейчас, когда построена новая домовая церковь, и пока идут службы в ней в Сергиевской церкви, то мощи перенесены туда. Именно поэтому такая интересная надпись «Покоилась», потому что сейчас он пребывает, мы с вами знаем, в том, что он пребывает вместе с другими святыми, со Господом. На Лазаревском кладбище покоятся родители Ивана Павлова. Отец великого физиолога Петр Дмитриевич – выпускник Рязанской семинарии, который посвятил всю свою жизнь священнослужению. Именно он был настоятелем вот этой старой церкви на Лазаревском кладбище, которая сейчас является архитектурным объектом Рязанского некрополя. Среди погостов особое место занимает захоронение протеерея Михаила Виноградова, который писал церковную музыку. Напротив алтаря есть еще одно важное захоронение – это протеерея Михаила Александровича Виноградова. Он служил в Екатериненской церкви, но это была Лазаревская церковь, это же была кладбищенская, и вот его похоронили здесь. Он известен тем, что был не просто священником, он был духовным композитором. И сейчас вся православная Русь до сих пор на богослужениях исполняет написанные им произведения. Архивные исследования Рязанского некрополя историки и специалисты ведут и по сей день. Так, например, могила блаженного инока Николая, о котором кроме имени, к сожалению, пока что ничего не известно, привлекла внимание смотрителя кладбища буквально недавно. Правда, о том, в каком монастыре служил и какими чудесами славился инок, историкам только предстоит выяснить. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Уже завтра состоится премьера спектакля «Утиная охота» в постановке Юрия Печенежского. В интервью нашему телеканалу он подробно рассказал о процессе репетиций и творческих поисках. И вот сегодня состоялся предпремьерный показ, на котором побывала наша съемочная группа. Необычно в этом спектакле все, начиная с пространства, в которое до этого зрители попасть могли разве что с экскурсией. Это декорационный цех. Оказываясь здесь, волей-неволей присутствующие попадают в особую атмосферу сотворчества. Камерность постановки – задумка режиссера. Все потому, что так созданная в 70-х годах 20 века последняя пьеса Вампилова о человеческой судьбе еще интимнее и проникновеннее. Я на самом деле волнуюсь, потому что спектакль выпускался очень напряженно и актерски, и технически. Что-то удалось, что-то нет. Я ожидаю понимания тем, я ожидаю какой-то трогательности от спектакля, чтобы он как-то попал в зрителя, чтобы зритель задумался. Герой спектакля – интересный мужчина, который мог бы пользоваться всеми преимуществами, которые предоставила ему судьба. Ломает и рушит вокруг себя все, что имеет. Конфликтует и в рабочих отношениях, и в личных. Его не радует ничего, и закономерно он приходит к бессмысленности своего существования. Казалось бы, свободный, оригинальный, общительный, не видящий в жизни никаких преград. Ведь все ему дается легко. Что же не заладилось в его жизни? Готов ли он осознать, оценить? Сможет ли он вырваться из замкнутого круга? Понять, чего хочет. Мы уже сплотились, получаем кайф от спектакля. Есть какие-то свои шутки, какая-то импровизация здоровая. И просто хочется, если честно, чтобы все прошло сегодня хорошо. И на премьере, соответственно, тоже. Прониклись пьесой? Да, она для меня оказалась жизненной. И хочется, чтобы как можно больше людей пришли в театр, посмотрели, потому что она попадает куда-то в сердечко. Это спектакль-притча о жизни человека в условиях, когда нет большой цели. Интересные режиссерские находки, непревзойденная игра актеров, гениальная драматургия. В этом спектакле потаенные струны души будут задеты у каждого. Рекомендуем обязательно посетить. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова